Сегодняшняя тема 21 век можно по праву назвать «веком пластической хирургии», ведь количество людей, прибегающих к услугам пластических хирургов и врачей-косметологов, неуклонно растет. Среди желающих изменить свою внешние данные в лучшую сторону не только представительницы слабого пола, но и мужчины, которые стали уделять себе сегодня больше внимания. Какие вмешательства пользуются наибольшей популярностью у мужчин? Ринопластика. Традиционно список вмешательств для мужчин возглавляет коррекция носа. Как правило, представители сильной половины человечества прибегают к ринопластике при наличии показаний «искривленная носовая перегородка», вызывающая нарушение носового дыхания, последствия травм носа, которые повлекли за собой те или иные проблемы. Блефоропластика. За последние несколько лет значительно вырос спрос у мужской части населения к коррекции век, и это неспросто. Усталое лицо, одним из главных признаков которого являются нависание верхнего века и грыжи нижнего, плохо сочетается с имиджем успешного человека. Ведь хозяин подобного уставшего от жизни лица вечно выглядит невыспавшимся или словно послевчерашнего. Блефоропластика позволяет от данной проблемы избавиться сроком минимум на 10-15 лет плюс выглядеть моложе своих лет и производить на потенциальных клиентов, бизнес-партнеров, сотрудников собственной компании благоприятное впечатление. Уже не говоря об отношениях с женщинами. Контурная пластика. Постепенно интерес к этой сфере начинает проявляться не только у женщин, но и у мужчин. Появилось даже отдельное направление в косметологии как аугментация по мужскому типу. Правда, со своей стороны я не сторонник чрезмерного увлечения филерами для представителей сильного пола. На мой взгляд, мужчина все-таки должен оставаться мужчиной, поэтому особо активно бороться с морщинами и другими признаками старения не стоит. А вот ухаживать за кожей, чтобы продлить ее молодость, конечно, нужно, и для этого применяются сегодня не только маски и массажи, но и такие процедуры как плазмолифтинг и биорепарация, которые помимо ухода и увлажнения кожи помогают справляться и с некоторыми специфическими проблемами, повышенная сальность кожи, воспаление и так далее, липоскульптурирование. Молодые мужчины не отказывают себе сегодня в такой процедуре как липоскульптурирование, суть которой заключается в том, чтобы при помощи собственной подкожно-жировой клетчатки создать объем в тех местах, где это необходимо. Например, с помощью липоскульптурирования можно прокачать пресс, грудные мышцы, бицепс и трицепс. И все это позволит получить фигуру мечты без каких-либо усилий в тренажерном зале. Интимная пластика. Оперативные методы увеличения размера мужского достоинства применяются давно и пользуются определенным успехом у сильной половины. Они позволяют увеличить половой орган в длину на 3-5 сантиметров. Однако у данных методов коррекции есть и свои недостатки, которые могут не лучшим образом сказаться на интимной жизни пациента впоследствии – это недостаточное кровенаполнение органа и возможная деформация его формы. На сегодняшний день наиболее безопасным способом увеличения полового органа считается коррекция с помощью филеров на основе гиалуроновой кислоты. К несомненным плюсам данного метода можно отнести малую инвазивность процедуры, отсутствие общего наркоза, нетравматичность, относительно невысокую стоимость и обратимость. Если пациент передумал, решил, что его устраивает то, чем наградила его природа, все изменения можно отменить, применив антидот.